Всем привет! Я Алина Загитова и сегодня я нахожусь в городе Сочи. Тут проходит второй этап гран-при России и сегодня у нас тренировочный день. Давайте посмотрим, как ребята тренируются, будет очень интересно. Ну что, как настроение, как сердцебиение, как кровообращение? Ну, без тебя замедленная. Знаешь, когда рядом нет такой красотки, когда со мной не работает рядом такая красотка, то вот и кровь уже как-то не кипит, и голова как-то будит. А как там, кстати, Женя с Вовой? Ну, Женя с Вовой уже взрослые спортсмены, с высоты своего опыта могут с холодной головой оценивать происходящее с ними качели, которые у них всегда в карьере были и будут. Им так веселее. А что вот самый такой прям псих какой-то был? Я не знаю, что-то такое интересное, что можно рассказать и поделиться с нашими зрителями. Я знаю только одного психа, который был у Тараса Морозова в жизни, это Максим Траньков. Я с вопросом. А где там Анна Николаевна? Работает в Петербурге. А почему ее нету сегодня с нами? А у нас еще одна пара осталась. Там еще спортсмены, поэтому нужно, чтобы кто-то был. Кто-то тут, кто-то тут. Дим, а ты занят сейчас? У меня вот как сейчас. Как здоровье, быстро. Ой, Анна, все хорошо, слава тебе. Все, все, отлично. Это самое важное, что наши спортсмены здоровы. Как прошла вообще тренировка? Сегодня впервые на официальной тренировке попробовали сделать четверную подкрутку. Перешли с той стадии, когда мы только говорили о четверном элементе, мы его показали хотя бы на тренировку. Уже из стадии мифа и попыток он перешел уже на практику. Это круто, будем ждать тогда на соревнованиях. Я была летом в Сочи на шоу здесь, и это было, честно говоря, сложновато, потому что тут очень жарко. Как вам вообще тут климат? За два года уже привыкли к этому, и сильно он на нас не влияет. Мы тренировались в Москве очень долго, там лет пять, наверное. Два года назад перебрались в Сочи, и нам-то даже больше нравится. Спасибо. Времени на дорогу, пять минут на самокатах, и все. Ну, значит, витамина Д у вас достаточно, значит, позитивных эмоций вам тоже достаточно. Спасибо большое. Что там тебя не устраивает? Все устраивает. Что-то такая грустненькая. Я чуть-чуть устала. А-а-а. Ну, что, страшного? Сегодня все, отдых. Да, все, отдыхаем, обсуждаем, как проводить свободное время. А что вы будете делать в свободное время? Гулять, наверное, или отдыхать. А вообще, как на тренировках у вас взаимоотношения? Как иногда бывают уже, наверное, конфликты? Стараемся быть дружными, но без конфликтов тоже невозможно. Да, потому что люди творческие, и поэтому у каждого свое мнение, и перед тем, как сделать что-то одно, мы должны все это обсудить. А кто первый идет на компромиссы или на примирение? Стараюсь я, как мужчина, все-таки, немножко так под кублучок залезть. А, понятно, все поняли. Но это только ради благополучия, как говорится, пары. Ты молодец большой. Привет. Ты такой высокий, я представляю. Вот просто сравните. Мне кажется, мы бы хорошими парниками получились. А что слушаешь перед соревнованиями? Под соревнованиями надо что-то энергичное слушать, металл обычно слушают, включаю. А что вы смотрите? Это страна Руси. Да, лучший игрец России. Наш одногруппник. А можете комментировать его выступление? Ну, неплохо, в принципе, поборолся. Стоп-аут сделал. О, молодец. Хороший тройной Рейбергер. Да, я считаю, персонажи хорошие. А кто оставил? Женя. Как думаешь, он тебя сможет обыграть в будущем? Если работать будет, то... А ты не будешь работать? Конечно, я буду работать. Но он еще молодой совсем. Ему 17 лет. Молодой. Меня в 17 уже на пенсию. До свидания. А тебе не нужно тренироваться идти? Я оближаюсь энергией соревнований. Мне нормально видно? Все отлично. Нет, что нормально. Андрей, расскажи, пожалуйста, как прошла твоя тренировка? Собрал все четвертые, которые стоят в программе. Все прошло хорошо. А почему именно Анна Каренина? Ты взял такую музыку? Мы в конце сезона с вторым тренером пошли на мюзикл Анны Карениной. И когда выбирали музыку уже на новый сезон, как-то Виктория Евгеньевна предложила попробовать там, может, из Анны Карениной что-нибудь послушать. Ну, всем понравилось, поставили. Вот такой кружочек, который придумываете для вопросов. Как вы оцениваете прическу Ерохова? Ну, Блондинова мне больше нравился. Мне тоже. Все. Расскажи нам про музыку на произвольную программу. Эта музыка лежала какое-то время в закеромах. Вот, на будущее. Твоего сознания или? Нет. Сознание Никиты Михайлова, Слава Владимировна и моего в том числе. Вот, и, ну, она была как возможная музыка на будущее сезона, но обстоятельства сложились так, что нужно было менять программу. Надеюсь, что новая программа уже оказалась лучше. После того вопроса, который я задала тебе про то, смотрит ли Саша твое выступление, на меня полилось просто куча комментариев негативных. Это вам как-то мешает или ничего страшного, что мы вас так спрашиваем? Меня лично это не смущает. У меня все нормально. Так что не надо поливать. Все, это просьба Марка Кондрючука не отказывать ему. Что случилось с твоими руками? Рассказывай, пожалуйста, что, из-за чего? Ну, на вращение взял вот так вот свое лезвие и провел рукой. О май гад. А почему лезвие черное? Ну, просто я знаю по себе, что черные лезвия, иногда как бы сильнее видно от черных лезвий, недокруты какие-то по Марке. Ну, это я сейчас первый раз слышу. Да? Надо будет подумать над этим. Мне это рассказал Найтан Чен, между прочим. Надо задуматься, да? Ну, или ты так себе уверен, что, как бы, мне кажется, что у тебя... Возможно, если поставить недокрут, то дело именно в лезвие. Браво. Хотела спросить как раз про платье. Ты выбирала его именно сама. Всю фактуру платья тоже смотрела сама. Как и ты, когда была спортсменкой, по-любому прислушиваешься к тренерскому штабу. То есть это мы делали, конечно, все вместе. Все участвовали в этом процессе. Понятное дело, что всегда последнее слово за мной. Если мне не нравится платье, я не буду себя чувствовать уверенной на льду. Ну, конечно, там какую-то ткань, я все это... Мы ездили вместе, выбирали, смотрели. Ну, с Кириллом, с Кей, с кем. А это окончательный твой вариант? Или с каждым соревнованием будет новое платье? А мы посмотрим. Вы продумали. А мы посмотрим. Ну, честно говоря... Вот это очень нравится. Мне эта платья тоже очень-очень нравится. В этом сезоне вы одна из лидирующих пар. Расскажи, пожалуйста, про свои ощущения. Мне кажется, каждый спортсмен стремится как-то... Не мечтает, а ставит себе цель, что в какой-то момент он станет лидером сборной. Так же было и у нас. Мы всегда думали о том, что мы хотим быть лидерами. Это очень крутые ощущения. Мы много работаем. Это дело всей нашей жизни, поэтому... Доброе утро. Привет. Как твое настроение? Все отлично. Я знаю, что ты приезжала к нам в группу, к Таре Георгиевне. Да. Расскажи вообще про всю эту историю. Мы ездили... Когда была зона детская, мы отбирались на Россию. Сюда мы приехали на Россию. И после проката нам наш президент Свердовской области по фигурному катанию предложил. Он как бы договорился с Таре Георгиевной, что я съезжу на просмотр. Ну, меня посмотрят. Мы приехали. Откаталась я там два дня. Таре Георгиевна сказала, что, в общем-то, я в неплохой форме, но взять она меня не сможет. Она сказала, что предолимпийский сезон тогда, и что времени у нее пока нет. Я думаю, что еще раз стоит все-таки попробовать, да? Хочется? Да. Ну, хочется, конечно. Ну, все, отлично. И зона детская, это зональные соревнования у нас так называются. Адель, ну что, доброе утро. Я видела, что Аксель у тебя, ты просто его как штампуешь. Я не знаю, как ты это делаешь. Почему она в прокате так получилась? Не волновалась, просто он еще чуть-чуть не напрыган, не накатан. И просто не получился. Соперничество какое-то есть с Сашей у тебя сейчас? Нет такого, что я хочу выиграть, нет такого, что я с ней соперничаю. Саша великая фигуристка. Мы видели, что ты пришла чуть попозже. Налет вышла. С чем это связано? Ну, вчера просто прошла тренировка. И я, так как я катаю последнее, ну, мне 30 минут много, чтобы размять, ну, там, 3 прыжка. И я предложила тренерам такую идею, чтобы выйти чуть попозже, то есть на 10 минут. И как раз размять и прямо точно, ну, как бы подделать под программу. И я вот размяла три элемента и сразу поехала. Ну, то есть для меня поудобнее как бы. Как тебе кататься в одной группе с Сашей? Ну, классно. Она крутая. Она показывает, как тренируются настоящие спортсмены. И я за ней уже пытаюсь повторить и как-то вот к ней, ну, присматриваюсь, так сказать. Что ты делала сегодня с утра? Завтракаешь вообще? Как-то готовишься? Ну, проснулась в 8. Вот с ней пошла погуляла. Потом пошла покушала быстренько и все, в такси до сюда. Так рано вставать привычно? Вообще привычно. Вот тренировки 9.15, а завтра 9.30. Вообще так же, как у нас. То есть у нас так тренировки проходят. Я вообще не представляю, как вы так просыпаетесь. Саша, ну расскажи, мне кажется, что у тебя полный образ уже сегодня собрался. Ну, фиолетовое платье, фиолетовые сережки, ну, почти фиолетовые лезвия. Это все так совпало, розовые лезвия. И с моим именем мне подарила Лиза. Лиза? Ну, Гуманова. Гуманова. Да, она привезла этот цвет, который она замешивала сама. И привезла из Америки специально мне вот такие лезвия. Ну, сделала именно мои, мои модели. И даже написано имя. Да. Сережки и кольцо, это тоже так совпало. Я, ну, мне почему-то захотелось фиолетовое все. И мне на день рождения подарили болельщики и родители, весь комплект сережек фиолетовых и кольцо. Расскажи, пожалуйста, как за неделю можно подготовить и вкатать программу? Ну, для меня не очень сложно это. Я очень люблю новое именно. Вот. Музыку эту выбирала я сама полностью. Это было предложение. И всем понравилось. Вчера я спросила у Марка, теперь спрошу у тебя. После того, как я задала вопрос про вашу личную жизнь, если так можно сказать, на меня полилась тонна хейта. Расскажи, вас как-то это задевает? Это мешает вообще? Мне нет. Ну, все, друзья, успокойтесь, пожалуйста. Анна, спасибо большое, Саша. Спасибо. Последний вопрос. Что будет дальше с вашей прической? Ну, пусть напишут подписчики, какой бы они хотели цвет, чтобы я покрасился. Самую оригинальную идею цвета напишите в комментариях, я это обязательно сделаю со своим стилистом. Мы выберем вместе.